Инфузория туфелька. Обитание. Популяция инфузорий разводится в пресной воде. Местами обитания инфузорий туфельки могут стать небольшие водоемы, водные резервуары с непроточной водой, аквариумы. Ей подходит любой спокойный водный источник, в котором есть наличие питательной среды, разложение органических веществ, водорослей, органика остатков животного происхождения и лыловое отложение. Инфузория туфелька. Настолько мелкий микроорганизм, увидеть его можно только при наличии микроскопа. Для рассмотрения, необходимо произвести забор мутной иловой воды. Инфузория туфелька. Строение. Простейший организм инфузории туфельки имеет и другое название – паромеция хвостатая. Ее размер от 0,1 мм до 0,5 мм. Инфузория имеет бесцветный окрас тельца, состоящего из основных органоидов – внутренних двух идер. Малое ядро инфузории туфельки может быть не в одном экземпляре, исполняет роль ответственного за половую деятельность животного. А большое ядро – регулирует функцию приема пищи, усвоения кислорода, метаболизма и систему передвижения. Внешний край поверхности оснащен мелкими ресничками. Ресничные отростки выполняют функцию движения инфузории. Их количество достигает около 15 тысяч. Ресничатая ножка имеет базальную тельце у своего основания, рядом находится парасональный мешок, который заглатывается мембраной. Наружная часть клетки имеет тонкую оболочку, выполняющую функцию защиты и сохранности целостности формы. Кроме вышеуказанных составляющих инфузория содержат цистерны, альвеолы, филомены, микротрубочки, фибриллы. Цитоскелет позволяет инфузории сохранять форму тельца в первоначальном виде. У туфельки существует ротовое отверстие, глотка и зона для выведения фрагментов переработки пищи и порошица. Ее сократительные вакуоли имеют приводящие каналы. Движение инфузории туфельки – как дышит одноклеточная. Инфузория туфелька находится в постоянном движении и передвигается острой частью назад. Она выполняет плавающие переходы со скоростью до 3 мм в секунду, что значительно превышает длину тела этого простейшего. Она очень поворотливая и может совершать обороты вокруг собственной оси. Кислород в организм инфузории проникает через защитную телесную оболочку. Далее окисляется в цитоплазме и преобразуется в воду или углекислый газ. Таким методом одноклеточная получает полезные соединения для своей жизнедеятельности. А продукты распада извлекаются через стенки оболочки инфузории. Питание инфузории туфельки Основным питанием инфузории туфельки являются мелкие бактерии и клетки растительности водного мира. Процесс поедания происходит с помощью специального клеточного отверстия – рта. Далее пища проникает в клеточную глотку и попадает в пищеварительную вакуоль. Дальнейший процесс переваривания происходит под воздействием на пищу кислотной и щелочной среды. В результате чего инфузория извлекает из пищи полезные вещества и распространяет их по всему организму с помощью токов цитоплазмы. Отходы, образовавшиеся после переработки пищи, поступают в порошицу и затем извлекаются наружу. Излишки жидких веществ также выводятся наружу с помощью сократительных вакуолий. Особенности инфузории туфельки Как и любая другая живая особь, способная реагировать на воздействие внешних раздражителей, инфузория туфелька также проявляет особые реакции. Ее реакцию вызывают любые механические воздействия и химические вмешательства, изменение температурного и светового режима, влажность окружающей атмосферы. С целью продолжения жизни, туфелька старается преследовать колонии мелких бактерий. Однако вредоносные вещества, производимые этими бактериями, вынуждают инфузорию держаться от них в стороне. Размножение инфузории туфельки Функция действия малого ядра наблюдается в двух вариантах развития. Размножение бесполым способом происходит методом деления туфельки на пару идентичных особей. Деление начинается с того, что в одном организме образуется парное количество идер, а затем материнская клетка разделяется поперек, на двое, образуя две одинаковые клетки. Впоследствии каждая из дочерних клеток обретает индивидуальную часть органоидов инфузории. Недостающие части организмов возрождаются вновь, это позволяет сохранить популяцию. К половому способу размножения инфузории туфельки прибегают крайне редко. Это происходит при возникновении стрессовых условий, угрозе существования, изменении температуры среды обитания в сторону похолодания. Недостаточное количество еды, благодаря соединительному процессу, могут превратиться в цисту. Такое состояние помогает существовать инфузории длительное время в неблагополучной среде. Хотя в нормальных условиях продолжительность ее жизни – сутки. При половом размножении две особи сливаются в один единый организм на короткий промежуток времени. В таком положении происходит распределение генетического материала. Это способствует увеличению сопротивляемости обоих животных организмов к негативному воздействию окружающей среды. Называется такое слияние конъюгация. Продолжительность цикла длится не более половины суток, при этом количество клеток не увеличивается. В течение синтеза между особями защитная оболочка заменяется соединяющим мостиком, а малые ядра делятся на две части. Большие ядра – исчезают. Затем вновь образованные ядра разрушаются, оставляя одно единое, которое делится на две части. Эти два ядра распределяются по цитоплазматическому мосту и впоследствии образуют заново малые и большие ядра, завершающая стадия, после которой организмы разделяются. В жизненной цепочке эволюции такие простейшие организмы играют немаловажную роль, они являются ликвидаторами многих разновидностей. Бактерии – служат кормом для рыб и беспозвоночных мелких животных.